Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник — это наше зеркало. Мир — это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми в программе «Искусство интервью». Здравствуйте! Вы смотрите программу «Искусство интервью». Меня зовут Ахмарал Талгат-Кзэ. У нас в гостях Неля Галушкина, молодая актриса, будущий инженер, резидент Казахстанской медиа-академии. Здравствуй, Неля! Здравствуйте! Строгий карантин и режим ЧП сняли. Многие придерживаются такого мнения, что жизнь после карантина не станет прежней. Что ты думаешь на этот счет? Жизнь, она, по сути, никогда не стояла на месте. Она всегда двигалась вперед, всегда менялась. Но я на себе как-то сильно не ощутила, что что-то изменилось в моей жизни. Единственное, что мы перешли на электронный формат обучения. Мы сдавали экзамены в электронном формате обучения. Но я не чувствую, что что-то в моей жизни изменилось. Наверное, изменилась только я сама, а жизнь осталась та же. Я с тобой согласна. В сегодняшней программе хотелось бы поговорить о твоей личности. Ведь ты уже маленькая звездочка в медиа-индустрии. Хотелось бы узнать, как ты пришла в медиа-академию. Ведь инженерия и медийная личность — это такие разные области. Медийная личность — я в душе. А инженер я скорее умом, потому что мне это нравится. Я получаю от этого какое-то удовольствие, когда ты учишься чему-то новому, узнаешь что-то новое. Всегда есть какое-то воодушевление. А медийная личность мне нужна для того, чтобы питать душу, чтобы как-то раскрываться. Потому что когда я пришла в медиа-академию, я была совершенно не такой. В медиа-академии очень многое во мне поменяло. Мне стало намного легче общаться, намного легче жить, учиться даже. Многое получила в медиа-академии, но пришла я в нее как-то спонтанно. Это не было какое-то запланированное решение. Я давно хотела на актерский курс. Как-то не получалось. И вот окончу школу, поступив в университет, мы нашли медиа-академию. Я пришла, подписала договор, познакомилась с Гульбахор Хасановой. И это меня очень зацепило и надолго. И как-то даже не хотелось покидать это место. Я отучилась на актерском курсе, потом я пошла на дикторский курс. Если у меня в будущем будет время, я пойду еще на какой-нибудь курс. А сейчас я стараюсь развиваться больше как инженер, потому что это моя основная специальность. Да, отлично. Ведь казахстанская медиа-академия – это возможность для каждого человека постичь свои какие-то глубинные струны своей души. Какое ты видишь себя и свои достижения через 10 лет? И в какой области? Ну, мне бы хотелось быть, наверное, успешным человеком, успешным в своей профессии, на которой я сейчас обучаюсь. Это инженер. И, наверное, хотелось бы быть счастливой через 10 лет, потому что если сравнивать меня 10 лет назад и думать о том, какой я буду через 10 лет, мы растем, мы развиваемся. И я стараюсь делать все, чтобы как-то развиться. Не только в сфере инженерии, а в любых других сферах, потому что человек должен быть универсальным. Когда мы приходим куда-то работать, мы должны быть гибкими, мы должны уметь научиться чему-то новому, какие-то новые навыки приобрести, чтобы держаться как бы на плаву. А ты не думаешь, если себя пробовать во многих областях растерять свой какой-то навык, какой-то свой профессионализм в конкретной области? Нужно развиваться во многих областях для того, чтобы двигаться в своей определенной области. Когда человек развивается, допустим, я инженер, я буду развиваться в инженерии, мне необходимы будут навыки коммуникации с людьми, мне будут навыки какие-то дополнительные, все равно нужны. И поэтому вот эти вот дополнительные обучения в каких-то других сферах, они питают мою профессию. Да, ты хочешь сказать, что медиа-академия и курсы, которые ты прошла, они будут только питать и повышать твою квалификацию, да? Да, потому что, когда я прихожу из медиа-академии, когда я прихожу с уроков Гульбахор Хасанова, Ирины Ажимухамедовой, я чувствую вот это вдохновение, мне хочется двигаться. Если бы этого, наверное, не было, я бы уже погасла. Если тебе предложат роль с откровенными сценами, каково будет твое решение? Сколько бы мне, наверное, не говорили, что это просто актерская роль, что это не я, это тот персонаж, но я, наверное, все-таки бы отказалась от такой роли, потому что я воспитана немного иначе, и мне было бы некомфортно даже потом знать, что это посмотрят многие люди. Несмотря на огромный гонорар. Несмотря даже на это. Медиа-академия подарила тебе счастливую возможность осуществить свою мечту, и ты снялась в сериале «Энциклопедия счастливых чудовищ в роли Зины». Смогла ли ты вжиться в роль своей героини? Что ты чувствовала? Есть ли у тебя что-то общее с Зиной? На самом деле, моя героиня в этом сериале, она совершенно от меня отличается. Было такое ощущение, что Гульбахор специально мне подобрала персонажа, который вообще мне не подходит. Она какая-то более дерзкая, чем я. Она более открытая, наверное, более общительная. Она не стесняется чего-то, возможно. Это очень сильно помогло, наверное, мне тоже раскрыться, потому что я поняла, что есть не только моя жизнь, я смогла прожить жизнь другого человека в этом сериале. То есть ты почувствовала после этой съемки раскрепощенность некую, да? Я почувствовала, наверное, ее еще чуть раньше, но вот съемка в сериале скорее дала мне больше понять, что жизни у людей бывают разные, и что моя жизнь, может быть, могла бы быть тоже такой, как у этой девочки в сериале. Но она сложилась иначе. Я прожила две жизни, как мы читаем книгу, мы проживаем жизнь за себя и потом за персонажей этой книги, потому что мы прочли, мы это на себе ощутили. Также, наверное, роль в сериале она дала мне прожить жизнь другого человека, какую-то линию. Расскажи нам, каким ты ребенком была в школе? Если говорить о начальных классах, то я была очень надоедливой. Одноклассники все время плакали от меня, говорили, чтобы я их не трогала, потому что мне нравилось доставать их. Если говорить о том, какой я была в школьные годы, допустим, когда я находилась дома, я тоже была очень открытой, мне нравилось там устраивать концерты для родных, мне очень нравилось общаться. А потом сложилось так, что мне не очень повезло с классом, в котором я училась. Я, наверное, не принимала их устои, их какой-то жизненный взгляд на что-то. Мне не нравилось, как они живут, и я мало с кем общалась. Еще был человек, который очень сильно на меня повлиял в школьные годы, потому что на школе всегда есть люди, которые очень сильно влияют на нас, которые как-то... Чье действие отзывается на тебя в будущем. И был человек, который не очень хорошо относился ко мне, потому что я не принимала его. Ну, его какие-то взгляды, принципы. Он хорошо общался с другими девочками, но ко мне он так не относился. Это твой одноклассник. Да. Иногда мог подшутить там или обратить на меня какое-то внимание, на какие-то мелочи, уколоть меня где-то. Вот. Но мне как-то немного гордость берет от того, что я смогла не... Сломаться? Не сломаться, да. Я дошла до конца и смогла не подстроиться под них всех. Я осталась самой собой. Да, личностью, индивидуальностью. То есть смогла сохранить свою индивидуальность. Да. Каково это видеть себя на экране, видеть свои недоработки? Ну, так как сериал я еще не видела целиком, потому что его еще нет как такового. Но я видела какие-то отдельные отрывки. Я видела себя в программах Казахстанской медиа-академии, в «Читай книги». Я видела эти недостатки. Я слышала какие-то дефекты речи. Даже несмотря на то, что я постоянно занимаюсь своей речью, я все равно это слышу и вижу. Это как-то режет глаза, что ли, слух иногда. И, наверное, дает больше стимула работать дальше, потому что тебе не хочется больше этого допускать. Ты волновалась во время съемок? Каково это было? Да. Очень сильно. Как ты боролась с волнением? Наверное, я вспоминала советы Ирины. Я очень часто моргаю на камеру. И вообще в жизни я очень часто моргаю. Ну да, женщины чаще моргают. Стри раза, чем мужчины. И она все время мне делала замечания, что вот ты моргаешь, когда ты переживаешь, ты моргаешь. И я старалась успокоить себя, потому что я знала, что на камере будет некрасиво смотреться, что я часто моргаю. Мне приходилось успокаивать себя. Каким образом? Самовнушение. Дорогая наша Нелечка, желаем тебе покорения тех высот, которые ты для себя определила. И пусть твой кораблик плывет неумело, не сбиваясь с курса и не изменяя себе. Спасибо. Человеческая жизнь так многогранна, что хрупкая и слабая девушка может удивить тебя смелостью. Пусть будет таких людей больше, и мир наш станет лучше. С вами была Ахмарала Талгат Кызы, программа «Искусство интервью» Казахстанская медиа-академия. До скорой встречи. Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник — это наше зеркало. Мир — это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. Казахстанской медиа-академии Казахстанской медиа-академии Казахстанской медиа-академии Казахстанской медиа-академии